Век школы может удивлять, а юбилей впечатляет. Там 50, там 45, все очень громко отмечают. А как быть нам? 4 года, хотя уже не детский сад. У нас 3000 народа, а возраст, как и дошколят. Вот и решили начинать рассказ, но мы издалека. Не вам хотели показать, альшанку в прежнем века. Все изменилось в эти годы, где был пустырь, тьет газон. Скульптуры, пушка возле входа, вся кто увидит поражен. Бассейн, спортзал, а кабинеты, да фитнеса, борьбы и борт. Слов не хватает и поэта, а кактус уважает спорт и перспектива поражает. Она захватывает дух, ведь места все-таки хватает. Здесь для музея даже двух. Много тайн про миг земля, к ним приблизится мы рады. Не ради длинного рубля, не ради славы и награды. Нам просто нравится копать на Троицкой и у Калужи. Так много хочется узнать. И каждый верит в то, что может. Найти следы минувших дней в раскопках разной глубины. И стать мудрее и умнее сетой коснувшей старины. Музеем назван этот город. И это кажется ли зря. Он стар и вместе с тем так молод. Вперед к открытиям, друзья! Из глубины седых веков сломя захватчиков свирепость, Всегда задерживал врагов. Родной наш Гродно, город-крепость. Гродно от слова ограждать, и мы начнем от городички. Не раз придется возрождать его потом из Пепелича. Менялась тактика и воина. Выигрывал лишь только тот, кто в замках каменных достойно, За стенами берега. Собрав огромнейшую рать, тефтонцы и рыцаря мечтали. Прибегнув в шкурму, в город здесь. Да только многие здесь парят. И позже много раз они родной наш город осаждали. Осады тяжкие были, но городенцы побеждают. Почтенный староста Давыд был, говорят, непобедим. Там, где Давыд, там враг разбит. А он, конечно, невредим. И очень часто так бывает. Тот, кто в бою не побеждал, героя труса посылали. В руках держащего кинжал. Князь Витов в Гродно поселился. И замок Родненский придет. Родной наш город оживился. Часть ПКЛ уж наступил. Здесь место создано природой, чтобы могла спокойно жить. Часть белорусского народа, который был готов дружить. Со всеми, кто торгует мирно. Везет по немому товар. Но, к сожалению, настырно враги готовили удар. И все же твердит, твердит рассудок о том, что первый наш подпост, это, конечно, новогодний. Стоял здесь замок в полный рост. Сейчас осталось пару башен. Хранят величие и силу. Был натиск крестоносца страшный. Нашли здесь многие могилу. А на карелевской земле стоит, как символ богатырский, на удивление всей стране, самый могучий замок мирский. А триста лет тому назад под Гродно появились швезды. Да, был наш город Сирвизя. Но есть вопрос. Цена победы. Супергерой Наполеон в войне 12-го года, хоть гений, не предвидел он впоследствии своего похода. Вик замков тоже отступил. Карл Бонапарта в лету канул. Часть мировой войны пробил. А это значит то, что глянули, это и мир фортификации. Тринадцать новеньких фортов, возбижание провокаций, царь здесь возгибнуть был готов. И в годы Первой мировой сошлись тут русские и немцы. Возле фортов был премьерной войн. Познали силу чужеземцев. Получать могучие форты досталось им войны в начале. Об этом помню я и ты в минуту скорби и печали. Школьный турист, поисковик, историк он и археолог. К походным тяготам привык, хоть путь к тому был очень долг. На конференциях с докладом мы выступать всегда согласны. И грамоты, призы, награды, наши старания не напрасны. Этот кружок лишь обобщает все навыки и достижения. И в будущем он обещает побед, счастливое мгновение. Вот мы вам все и рассказали. Нас не судите очень строго. И представления показали открытым мнением дорога.